Если вы приехали в Лосево на фестиваль ВОКСа, то выбор где остановиться в Велико. На территории многочисленных баз отдыха можно ставить палатки. На современной Лосевской базе место для палаток отведено неподалеку от берега, рядом с красивыми соснами. Благоустроенные корпуса, в которых любят отдыхать финские пенсионеры, расположены от палаточного лагеря в относительном отдалении. В парке отдыха Лосево-ДА палатки разрешено устанавливать на поляне вблизи модных коттеджей. Любители азиатской экзотики на территории баз Лосево-ДА и Кивиниеми дожидаются юбки. Можно устроить палаточный лагерь и вне огороженных территорий. Некоторые предпочитают жить возле железной дороги. Когда-то в Лосево основным источником продуктов питания был магазин Пороги. Теперь возле Приозерского шоссе работает сетевой супермаркет. Поблизости находится небольшой рынок. К услугам тех, кто любит еду из общепита, в Лосево имеется несколько кафе и ресторанов, которые, впрочем, не могут похвастаться низкими ценами и вкусной едой. Относительно демократичной цены в кафе Причал, расположенном на левом берегу протоки, перед Приозерским шоссе. Все надписи в кафе дублируются на финском языке. Со второго этажа открытый терраса, приятный вид на породу и местную достопримечательность – дом с привидением. Тут же находится и скамья примирения. В дни проведения фестиваля ВОКСа водников и гостей Лосево ожидает бонус в виде точки по продаже вкусной медовухи и кваса. Приятно радуют цены на небольшой ярмарке туристического снаряжения. В основном торгуют здесь представители питерских фирм. Интересно было пообщаться с производителями палаток Нормал и недорого приобрести шляпу на комар. Получается, 225 так и будет стоить. А в городе они, соответственно, 280. Рядом с базой Кивиниеми работает киоск по продаже однодневных экскурсионных автобусных туров по живописным местам Карельского перешейка. Во время проведения фестиваля ВОКСа самые интересные события разворачиваются на воде. О том, как проходит фестиваль, смотрите в следующем видео. Не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok